Люди не понимают, но это последствия, которые могут быть, которым может это привести, тем более были у нас случаи. Это, мне кажется, гораздо важнее безопасность жизни жителей этого дома. Безопасность жителей квартиры – вот главная причина, со слов руководств «Газпром Межрегион Газа Назраль» на сегодняшней встрече. Однако исполнять требования закона отдельные жильцы почему-то не спешат. Так, в целях обеспечения безопасного газоснабжения и в строгом соответствии с законодательством. Газовики Ингушетии отключили от сетей 29-й многоквартирный дом по улице Горданова, жильцы которого пользовались ресурсом без лицевых счетов и договоров. Дом, в котором вы проживаете и за которым мы сейчас обсуждаем, дом, во-первых, в нашей организации нет ни проектно-смендрентации, ни исполнительной технической результаты. И безопасность жителей этого дома, она, скажем так, с нашей стороны, она не обеспечена. Газ – это не вода, это очень опасный продукт, который мы поставляем. И по моей информации, скажем так, случаи были, они не зафиксированы, случаев было больше. И исходя даже из того, что это было два года назад и так далее, мы не имеем, я просто не имею права давать газ туда, где есть возможность, скажем так, риска для жизни и здоровья жителей этого дома. Комментировать представительница из числа жителей многоквартирного дома на камеру отказалась. Но одно остается точным – нет договора, нет газа. Чтобы пользоваться ресурсом на законном основании, у потребителя, собственника, квартиры или частного дома должно быть два договора. Один – на поставку газа, второй – на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Все те вент-каналы, которые на сегодняшний день, у нас нет подтверждающих документов о первичном обследовании. То есть, согласно, если определенный нормативный документ, согласно этому нормативному документу, вы необходимо, то есть, я даже, в принципе, перед чем могу вам указать, которые там должны быть документы, там должно быть инвестиционное обследование, акт составленного первичного, этого нет. Если даже он был бы, само техническое состояние на сегодняшний день, оно не подтверждает. Изначально причиной незаконного потребления газа жителями квартир заключается в введении в эксплуатацию дом без соответствующей документации в части газификации. Сейчас от газа в многоквартирном доме отключены 44 квартиры. Пришли, скажем так, к опущему знаменателю, к тому, что необходимо сделать. И со своей стороны наша организация постарается сделать кратчайшие, максимально сжатые сроки всю эту работу. И также мы постараемся значительно уменьшить стоимость тех работ, которые должна была наша организация провести. И будем держать на полном контроле ситуацию со своей стороны. Но, к сожалению, эта работа зависит не только от нас. Здесь необходимо участие и администрации города Малгадек, потому что балансом держателем этого дома является администрация. Ну и участие жителей, проживающих в этом доме. В «Газпроме» предупреждает абонентов. Отсутствие договора на ВДГО – законное основание, чтобы отключить подачу газа. И если до сих пор такое соглашение не заключено, стоит поторопиться, чтобы не остаться без важнейшего коммунального ресурса. И быть уверенным в своей безопасности и близких людей. Хаваги Вас, Хабила Киев, Новости 24.